Сегодня я с удовольствием расскажу о том, как обстоят дела в округе палеоативной службы. Что такое редкие орфанные заболевания? Сегодня в мире их насчитывается до 8 тысяч. У нас в стране диагностировано чуть больше 260. В основном это генетические заболевания. Половина пациентов это дети. И большинство орфанных заболеваний манифестируют именно в детском возрасте. К сожалению, из-за того, что такие заболевания мало изучены, и это общемировая ситуация, очень долго орфанный пациент идет к своему диагнозу. И вы видите, что в среднем 7 лет уходит на постановку диагноза. И 40% пациентов, к сожалению, вот на этом пути получает неправильный диагноз. И, соответственно, назначается неверное лечение. И очень важная цифра – это 95% орфанных заболеваний на сегодняшний момент вообще не имеют лечения. Так как это тяжелые пациенты, то огромное количество пациентов с орфанными заболеваниями оказываются в палеоативной службе. И поэтому очень важно, я считаю, вам рассказывать про это. Сегодня есть три категории редких заболеваний в Российской Федерации. Первый список – это список Министерства здравоохранения. Когда врач ставит редкий диагноз, новый редкий диагноз, который раньше не встречался на территории Российской Федерации, он заполняет определенную форму, направляет ее в Министерство здравоохранения федеральное. И вот на сайте пополняется список редких заболеваний, которые встречаются в стране. Сейчас их более 260 заболеваний и групп. Есть также программа федеральной высокозатратной нозологии, в которой сейчас большинство заболеваний, 11 из 14, это редкие орфанные заболевания, здесь они красным цветом у меня выделены. И пациенты с такими заболеваниями учитываются в регистре программы высокозатратной нозологии и имеют право на получение лекарственного обеспечения за счет средств федерального бюджета. И третий перечень редких заболеваний, которые формируются с 2012 года, тоже есть федеральный регистр, который состоит из региональных сегментов, каждый регион направляет туда свою информацию. Сегодня это 17 заболеваний, и пациенты с такими заболеваниями получают лекарственную терапию за счет средств субъектов Российской Федерации. Что из себя представляет Северо-Кавказский округ с точки зрения орфанной проблематики? Ну, во-первых, это семь субъектов, шесть из них республики, это 7% населения Российской Федерации и 1% территории Российской Федерации. У вас есть три республики, Ингушетия, Чечня и Дагестан, которые входят в топ-10 по приросту численности населения в 2018-2020 году. Это значит, что на территориях проживает много детей, и крайне важно развивать детское здравоохранение во всех его аспектах. Ставропольский край, Республика Дагестан и Чечня входят в топ-20 регионов в стране по расходам регионального бюджета на орфанных пациентов в 2020 году. Ставропольский край и Дагестан входят также в топ-20 по расходам федерального бюджета на орфанных пациентов в 2020 году. Всего 19 регионов на территории страны заявляют о том, что они не имеют дефицита на лекарственное обеспечение орфанных пациентов. И вот в округе Ставропольский край и Республика Дагестан входят в число таких регионов. К сожалению, Республика Камбартина-Балкария входит в топ-20 регионов с крайне низким финансированием лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями. А это значит, что на территории таким пациентам трудно получить лечение. И качество жизни их, конечно, снижается, ухудшается. И все вот эти страшные последствия, которые несет за собой орфанное заболевание. В 2020 году в округе проживало чуть более 900 пациентов с редкими жизнеугрожающими заболеваниями. Половина из них дети. Общий бюджет округа на таких пациентов чуть более миллиарда рублей. Обратите внимание, что треть расходов несет на себе Ставропольский край. Обычно регионы неохотно дают цифры по дефициту. И здесь не все регионы их предоставили. Но вот обратите внимание, в Кабартина-Балкарии 40% потребности. Это дефицит финансирования. В Карачаево-Черкесии 63%. Это говорит о том, что, конечно, тяжело пациентам с редкими заболеваниями в таких регионах получить необходимую им лекарственную помощь. Это слайд не мой. Я взяла его из презентации Захаровой Екатерины Юрьевны. Она представляет МГНЦ, медико-генетический научный центр в Москве, а также Всероссийское общество орфанов заболеваний. И вот она говорила на мероприятии о том, что Северокавказский округ уникален по национальному составу, и его культурные и исторические особенности сформировали уникальную территорию по орфанным болезням. И вот обратите внимание, здесь перечислены регионы и те редкие заболевания, которые в этих регионах встречаются гораздо чаще, чем в среднем в Российской Федерации. Это нужно иметь в виду, нужно понимать вот эту специфику. И также многие моногенные болезни, например, к таким болезням относится спинальная мышечная атрофия, они накапливаются тоже на территории из-за высокой частоты внутримациональных браков. То есть это особенность территории, которую обязательно нужно учитывать и, наверное, какое-то особое внимание уделять текущей ситуации. Вот, как я говорила, в программе высокосатратных физиологий есть пациенты с редкими заболеваниями из Республик Северного Кавказа, с въектах Северного Кавказа. Здесь таблица, вы видите, как это все распределено. Всего 813 таких пациентов. Это 3% от общего регистра федерального. Большее количество пациентов, которые обеспечивают программу высокосатратных физиологий, проживают в Дагестане, в Ставрополе, в Чечне, в Кабардино-Балкарии. Наибольшее количество пациентов страдают такими заболеваниями, как гемофизарный анонизм, гемофилия, вот цифры видите, и муковицидоз. Теперь по программе жизнеугрожающей нозологии тоже вот так выглядит регистр пациентов Северного Кавказа. Всего 908 пациентов, 5% от федерального регистра, половина дети, вы видите. Опять, наибольшее количество пациентов проживает в Ставропольском крае, Республике Дагестан, Чеченской республике. И наибольшее количество пациентов страдает и диапатической тромбоцитопенической курпурой, фенилкетанурией и легочной артериальной гипертезией. Совсем нет пациентов с болезнью кленового сиропа и глютарикоацидурией. Для любого арфанного пациента жизнь его зависит от наличия и возможности получить арфанный препарат. Поэтому, когда мы говорим об уровне обеспеченности этими препаратами, фактически мы говорим о качестве, как организована служба и жизнь таких пациентов. В среднем в Российской Федерации имеют назначение препаратов 67% взрослых и 74% детей, те, кто нуждается в лекарственной терапии. Обеспечены в среднем 58%, то есть чуть ниже, чем те, кто нуждается. В Северокавказском округе всего имеет назначение 62%, обеспечены 60%. Дети имеют назначение 71%, обеспечены все. К сожалению, и это типично для большинства регионов, вы видите, что только половина взрослых имеет назначение, обеспечены 47%. Здесь я показала потребность лекарственного обеспечения у всех пациентов в регистре. Вы видите, в Гушетте все нуждаются, в Ставропольский край почти 80%, в Чечне, в Карачаево-Черкесии 70%. У меня вызывают некоторые сомнения цифры, которые предоставили Кабартино-Балкария, Дагестан и Северная Осетия. Вы видите, что они оценивают потребность своих пациентов в лекарственной терапии значительно ниже, чем в Среднем по России и даже значительно ниже, чем в леслежащих регионах. Мне кажется, что эти цифры надо сверять и наблюдать пациентов, и гарантировать им вовремя лекарственное обеспечение. Дети нуждаются в терапии в диапазоне от 60% до 100%. Редкие заболевания являются инвалидизирующими и смертельными, жизнеугрожающими заболеваниями. Вы видите, что при многих заболеваниях инвалидизация превышает 50%. Тяжело региону дают цифры по инвалидизации, но вот есть некие данные. Кабардино-Балкария – 46% инвалидизации, Северная Осетия-Алания – 46% инвалидизации. Это очень важные цифры, еще и для обоснования того, что не все орфанные пациенты являются инвалидами. Поэтому очень важно, чтобы те программы, которые существуют на территории Российской Федерации, гарантировали пациентам обеспечение необходимым лекарственным препаратом не потому, что он инвалид, а потому, что он имеет конкретные заболевания. Чтобы как только ставился диагноз, пациенты эти могли лечиться, а не инвалидизироваться и погибать. Тяжело также собирается статистика по смертности. Вот в СКФО в 19-20-м годах были смерти от легочной артериальной гипертензии, от адиопатической траблоцитетемической корпуры. Надо сказать, что вот эти два заболевания вообще наиболее летальные из перечня 17, который указан на слайде. И, к сожалению, в том числе от заболеваний орфанных в округе гибли и дети. Теперь немножко математики, потому что важно понимать, насколько сложно решать эту проблему регионам. Мы всегда считаем, какую долю расходов на редкие заболевания несут регионы в общих расходах на льготное лекарственное обеспечение. В 2012 году эта доля составляла 6%, в 2018 году 17%, и в 2020 году в среднем 12%, это благодаря федерализации и переносу части нозологии на федеральный уровень. В СКФО вы видите, что доля расходов значительно выше, чем в среднем в Российской Федерации. В 2018 году это было 40%, в 2020 году это было 27%. Это еще раз подчеркивает о том, что действительно много орфанных пациентов на территории. Это, к сожалению, говорит также о том, что в целом небольшие бюджеты у регионов на лекарственное обеспечение. То есть тут можно много о чем порассуждать. Я вот здесь цифры зачитывать не буду, но показано, где увеличивались расходы норфанных пациентов на льготах, где уменьшались. И вывод вот из этого слайда следующий, что, к сожалению, мы живем в ситуации, когда пациент зависит от того места, от той территории, на которой он проживает. И если власти на территории обеспечивают, находят финансирование на орфанных пациентов, то он живет дольше, живет качественнее. Если же такого финансирования нет, то он, к сожалению, инвалидизируется, становится на попечении, в частности, палеотимные службы, и, к сожалению, в итоге погибает. Очень много мы говорим о том, как участвуют в обеспечении редких пациентов федеральный бюджет, как участвуют региональные бюджеты. На самом деле с момента организации программы по редким заболеваниям не только регионы тратили свои деньги, а действительно расходы очень выросли с 2012 по 2018 год почти в 4 раза. И в 2018 году эти расходы сравнялись. Но, тем не менее, федеральный бюджет тоже как-то старался участвовать. В 2015-2016 годах были выделены трансферты, то есть добавляли денег регионам на лекарственные обеспечения. А в 2019-2020 годах была часть нозологии переведена на федеральный уровень. И сейчас мы можем говорить о том, что если взять все расходы на орфанных пациентов, треть расходов несут регионы, и две трети несет бюджет федеральный. Вы видите, что ситуация в округе соответствует среднероссийской. Но обратите внимание, 84% расходов в 2018 году и 82% расходов в 2020 – это всего три субъекта округа. Ставропольский край, Дагестан и Чечня. Еще раз повторюсь, это означает, что на других территориях ситуация достаточно сложная, и пациентам сложно получить терапию. По-разному пациенты с редкими заболеваниями населяют территорию страны, поэтому даже несмотря на вот эти очень важные федеральные меры, перенос обеспечения на федеральный уровень, регионы по-разному ощутили вот эти шаги. Вот обратите внимание, слева регионы, где максимальное количество пациентов было переведено на федеральный уровень. В частности, Ставропольский край 50% передало на федеральный уровень. А вот республики Ингушетия, Карачаева, Черкесия, из-за того, что там было мало пациентов с такими заболеваниями, передали 2-3 пациента, и вряд ли на уровне здравоохранительных регионов они почувствовали какое-то высвобождение. Очень важно было, когда высвобивались деньги, благодаря федерализации, не растворить эти средства в каких-то иных расходах по здравоохранению, а за счет них обеспечить новых пациентов арфанных, либо тех, которые раньше не были обеспечены. Вот в округе только Ставропольский край, Чеченская республика и республика Ингушетия сообщили о том, что они сохранили свои арфанные бюджеты. Остальные регионы такой информации не предоставили. И я уже говорила, что только 19 регионов без дефицитных, среди них на Северном Кавказе, Багестан, Ставропольский край. Еще раз повторюсь, регионы с крайне низким обеспечением, и это вот в вашем регионе Кабартино-Балкарская республика. С 2012 года целый ряд нозологий претендовали на федерализацию, потому что они крайне дорогие, и действительно регионы значительную часть средств на них тратит. Они тут указаны на слайде. Это ПНГ, диапатическая тромбоцитопеническая фурпура, болезнь Фабрини-Монопика, легочная артериальная гипертензия. Вы видите, что в округе половина расходов идет на эти заболевания. Только половина обеспечена пациентом. Хуже всего обеспечена и диапатическая тромбоцитопеническая фурпура. При этом заболевание является лидером по арфанной смертности. Соответственно, дальше, конечно, мы на федеральном уровне это везде говорим. Эти заболевания нужно переносить на федеральный уровень. Тем более, что пациенты в основном взрослые, а мы видим, что взрослые на местах обеспечены хуже, чем дети. Была попытка обеспечивать арфанных пациентов и средств ОМС. Особенно активно эти средства применялись в 2016 году. Вы видите, порядка миллиардов. Но, однако, бюджет ОМС, как и любой бюджет, он не безграничен. И внутри бюджета ОМС тоже, если активно начинать обеспечивать арфанных пациентов, то из-за дорогостоящего лечения бюджет может быть исчерпан и недостаточен для других групп пациентов. Но у нас есть и современные задачи в системе ОМС. Во-первых, очень нужен специальный тариф для введения лекарственного препарата. Потому что чаще, например, в программе высокозатратной мазологии, пациент получает препарат амбулаторно, а препарат в силу сложности, в специфике, нужно ввести в медицинскую организацию. Соответственно, такая манипуляция должна быть оплачена. Сейчас тарифа такого в основном нет, и его крайне важно создать. И второе направление, там, где мы очень сотрудничаем с палиативной службой, очень я вам благодарна за поддержку, за тот опыт и знания, которыми вы делитесь, это создание стационара на дому. Не секрет, что часто пациенты, нуждающиеся в реабилитационных каких-то приборах, нуждающиеся в лечебном питании, уходят в палиативную службу, получают статус палиативного пациента только для того, чтобы им были доступны вот эти средства реабилитации, питание, потому что у вас эта система построена лучше, чем в здравоохранении в целом. И вот если, я уверена, не если, а я уверена, что когда создастся система стационара на дому, высвободятся средства в палиативной службе, будут направлены на истинно палиативных пациентов, потому что у вас тоже многое, есть свои необходимости и траты. Помимо того, что вот я рассказала, что есть несколько программ орфанных, с 2012 года не добавлялись в эти программы никакие новые заболевания, а тем не менее на территории регистрировалась новая и новая орфанная терапия. И вот сегодня более 30 новых заболеваний, которые уже имеют лечение. Но тем не менее, пока никак они льготные не зафиксированы, и это тоже бремя регионов, потому что таких пациентов вы обеспечиваете как региональных льготников-инвалидов. Вот вы видите, тут предоставлены данные пациентских организаций, как много новых заболеваний уже встречается на территории Северокавказского округа. Те цифры, которые даны в рамочке, это то, что знает Министерство здравоохранения, а знают они о 774 новых пациентах, в том числе 292 дети. Из них только 78 получают лечение, вы видите, как мало. И расходы тоже там, где ведется учет региону, смогли предоставить. Например, Капартин, Балкария, Осетия в 2020 году потратили на таких пациентов 30 миллионов, в 2021 году уже более 50. Это еще дополнительные расходы, еще дополнительное время, которое пока, к сожалению, на федеральном уровне не видят. Еще раз повторю, почему так много про деньги, потому что, к сожалению, доступность дорогостоящей лекарственной терапии напрямую зависит от финансирования. Вы знаете, что создан новый источник для финансирования лечения редких пациентов, детей, не только с редкими заболеваниями, вообще с тяжелыми хроническими заболеваниями. В этом году все граждане Российской Федерации, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год, с них взимается больший налог, который аккумулируется в фонде, получивший название «Круг добра». Это дополнительный источник финансирования. Он никаким образом не подменяет собой программы государственные и не снимает ответственности с регионов, с Федерации за обеспечение орфанных пациентов. И вот сейчас вы видите, уже еженедельно, каждый четверг, заседает экспертный совет фонда, принимаются решения по новым пациентам, по новым заболеваниям. Вот на текущий момент вы видите, что уже обеспечиваются пациенты со спинальной мышечной атрофией, взяты в работу болезнь помпы, семейная средиземноморская лихорадка, периодические синдромы несколько, видите, мокополисахаридоз, четвертый тип, гипофосфатазия. Таких пациентов будет все больше и больше, потому что вот сейчас израсходовано из 60 миллиардов, которые потенциально фонд планирует получить, 10 уже израсходовано. И вот ближайший транш, 10 еще придет, да. То есть эти средства также пойдут в помощь пациентам. И там надо сказать, что не только лекарства, но и реабилитация возможна, средства реабилитации. Все это постепенно развивается. Как же система дальше будет развиваться? Понятно, что без участия федерального бюджета система развиваться не может. Для редкого пациента федеральное лекарственное обеспечение более стабильное, предсказуемое уходит вот эта зависимость от возможности региона профинансировать такого пациента. Поэтому мы считаем, что важно создавать федеральную программу для орфа болезней и уже создана дорожная карта. Весь мир живет по плану. В Европе принят целый ряд планов борьбы с редкими заболеваниями. У нас такого плана пока нет. Поэтому Государственная Дума поручила институту имени Симашко создание дорожной карты. Весь 2020 год мы над ней работали. У нас в шести фокус-группах 60 экспертов федерального и регионального уровней обсудили более 200 задач. То есть много-много организационных вопросов, которые необходимо далее решать. И вот мы выделили шесть блоков дорожной карты. Не буду зачитывать. Карта доступна на сайте нашего института. Первый блок – повышение орфанной осведомленности в сообществе, чем мы сегодня и прямо сейчас с вами занимаемся. Крайне важно расширять программы неонатального и селективного скрининга, потому что чем раньше диагностирован пациент, тем эффективнее лечение, тем он дольше живет, качественнее. И позже становится или не становится на попечении палеоативной службы. Необходимо расширять перечень льготных категорий граждан, которые получают лечение, как орфанные пациенты. Необходимо регулировать маршрутизацию. Особенно важно увязать федеральный и региональный уровень, чтобы путь пациента был понятен и пациенту, и врачу, и органам здравоохранения. Очень я горжусь, что общественной палате удалось создать рабочую группу по стационару на дому. Елена Владимировна, активный ее участник. Мы работаем. Хотелось бы двигаться быстрее, но мы обязательно это доработаем. И, в общем, просим мы о создании специального департамента в Министерстве здравоохранения. Возможно, и такое однажды случится. У меня все. Спасибо большое за внимание.